Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава автора Закония, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Моисей обращается к израильтянам, стоящим на пороге обетованной земли. Куда сам Моисей не войдет в конце третьего, он об этом говорит с горечью, с грустью. К чему все это? Нет бы сказать, люди, я умираю, в моей жизни осталось совсем чуть-чуть, оставьте меня в покое. Я все вам сказал, а 40 лет вас вел по пустыне, сколько можно? Вы чего-то еще не поняли? Ну тогда я, наверное, бессилен вам объяснить. Вот если бы я был в положении Моисея, я бы точно так к ним и обратился. Он обращается, слушай же, Израиль, предписания и законы, которыми я буду учить тебя. 40 лет учил. Все без толку, да, вот истории, которые постоянно повторяются, что израильтяне там возроптали, тут восстали, здесь захотели сделать золотого тельца и сделали, здесь, скажем, упрекали Господа, что он их вывел в пустыню, где нечего есть и пить, и все такое прочее. «Я буду учить тебя, пока я жив», — говорит Моисей израильтянам. «Тогда вы будете живы, и придя в страну, которую Господь, Бог отцов ваших, отдает вам, овладеете этой страной. Ничего не добавляйте к моим словам, ничего не убавляйте. Исполняйте повеление Господа вашего Бога, который я вам возвещаю. Он не войдет, но войдет Израиль». И вот в этой жизни своего народа Моисей войдет, не физически, не телесно, войдет в эту обетованную землю, и, собственно, его закон станет основой жизни этого народа. Вот невероятно важная вещь, да, то есть человек ограничен в своем земном существовании. И мы говорим там, вот этот художник будет жить в своих картинах, композитор в музыке и так далее. Но это слабое утешение, да, потому что человек хочет жить сам по себе. И нельзя сказать, Моисей будет жить в своем законе, но жизнь Моисея — это что-то такое, что не ограничено рамками его телесного существования, что простирается за ту границу, которую он не может перейти, вот телесно, простирается за ту хронологию, вот границу во времени, которую он тоже не может телесно пересечь. Он живет так, чтобы его жизнь была беспредельной, так, чтобы его жизнь, она охватила все то, что для него важно. И у него это получается. Вы сами видели, что сделал Господь в Баал-Пеоре. Ну, это одно из мест, где, соответственно, было очередное грехопадение израильтян, они впали в язычество. «Господь, ваш Бог, истребил тех из вас, кто пошел за пеорским валом», то есть за местным башком. «А вы, оставшиеся верным Господу, вашему Богу, вы все живы по сей день. Вот, я учу вас предписаниям и законам, как велел меня Господь, мой Бог. Вы должны их исполнять в той стране, в которую придете и в которой овладеете. Строго соблюдайте и исполняйте их. И тогда все народы видят вашу мудрость и разум. Услышав обо всех этих предписаниях, они скажут, «Как мудр и разумен этот великий народ!» «Есть ли еще такой великий народ, народ, чьи боги были бы так близки к нему, как близок нам Господь наш Бог, когда мы призываем его? Есть ли еще такой великий народ, народ, чьи правила и законы были бы так справедливы, как этот закон, который я даю вам ныне?» И, смотрите, он уходит из жизни, ему трудно рассчитывать, что израильтяне после его смерти будут так же его слушаться, как они его слушались при жизни, потому что при жизни они его слушались очень плохо. Но после смерти, видимо, еще хуже будет, кстати. Книга «Судьи» прекрасно нам это покажет. И он говорит, смотрите, вот что должно вас заставить слушаться? Ни мой авторитет его не хватает для вас, ни то, что это божественные заповеди. «Пусть другие народы о вас скажут, пусть хотя бы тщеславие вас подтолкнет». Вот что люди скажут? Часто люди говорят это сами себе и своим близким. Вот ради того, чтобы люди о нас отзывались хорошо, нужно соблюдать приличие, нужно вести себя определенным образом. Здесь как будто бы то же самое. Но мы понимаем, что это не вопрос, вот как произвести впечатление. Моисей посмертно хочет произвести впечатление, но он хочет направить свой народ к жизни по законам Бога. Что о вас скажут другие народы? Как мудр и разумен этот великий народ? Но для этого вы должны определенным образом себя вести. «Смотри же, берегись, не забывай того, что ты видел своими глазами. Пусть увиденное пребудет в памяти твое, пока ты жив», рассказывая детям и внукам. Вот опыт перехода через пустыню, опыт получения этого закона. Это то, что должно передаваться из поколения в поколение, причем прежде всего в устной форме. У нас есть письменный текст, то же самое второзаконие. Но невероятно важно устное предание, вот то, что люди рассказывают как свой собственный опыт. «В тот день вы стояли пред Господом вашим Богом у Харива», так называется гора, которая в других книгах называется Синай. «Ибо Господь велел мне, собери ко мне народ, я возвещу им мои повеления. Пусть они научатся всю свою жизнь на земле, боятся и чтить меня, и детей своих пусть научат». «И вот вы подошли и встали под горой. Гора пылала огнем, доходившим до самого неба. Был мрак, облако, густая тьма. Господь говорил с вами из огня, и вы слышали слова, но никакого образа не видели, лишь голос звучал. Господь возвестил вам условия договора с ним, которые вы должны выполнять. Десять заповедей». Он написал их на двух каменных плитах. «Краткое описание того, как был дарован закон, и что крайне важно, вы это видели. Может быть, не все, к кому он обращается, уже тогда были людьми достаточно взрослыми, чтобы это запомнить. И кто-то, может быть, еще был младенцем, кто-то даже не родился еще. Тем не менее, он описывает их как некую единую коллективную личность. И вот эта единая коллективная личность сохраняет память о себе. Так народ передает из поколения в поколение память о самых важных событиях своей жизни. «В ту пору Господь велел мне научить вас предписаниям и законам, чтобы вы соблюдали их в стране, в которую идете и которой овладеете. Когда Господь говорил с вами из огня на Хариве, вы не видели никакого образа. Остерегайтесь же сотворить зло, сделать себе из вояния какое-либо изображение в виде мужчины или женщины, в виде животного, обитающего на земле, или птицы, летающие в небесах, в виде живности земной, или рыбы, плавающие в воде ниже земли. Глядя на небо, видя солнце, луну и звезды, все небесное воинство, не поддавайся соблазну, не поклоняйся им, не служи им. А Господь ваш Бог предназначил их для всех прочих народов под небесами». Как ни странно, поклонение разного рода творениям, как будто бы это удела других народов по воле Господа. Но здесь Моисей говорит немножко другое. Он говорит, что вот вы отдельно, вы особые, и помните, что вы не видели никакого образа. В иудаизме с тех пор жесточайше запрещено изображать Бога, ну и, собственно, и в христианстве изображения появляются, когда изображается воплотившийся Иисус, но не Бог-Отец. И, соответственно, вот здесь он как раз говорит, смотрите, Бог не похож ни на что из своих творений. Почему это так важно? Разве это не мелкий запрет изображать Бога? Ну, в конце концов, ну, изобразил кто-то. Вот в той же самой иконописной традиции есть изображения Бога Отца, встречаются запросто, да, и вроде бы нельзя, ну, кто-то нарушил. Но Моисей сразу устанавливает очень важный принцип – Бог другой. Бог не вписывается в наши картинки о нем. Это же, может быть, не только изображение вот в виде какого-то рисунка, статуи, чего-то еще. Это ментальная картинка, как мы представляем себе Бога. Вот Бог, он такой, 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 а Бог другой. Бог больше, Бог неожиданнее. Бог не вписывается ни в какие наши рамки, которые мы ему пытаемся назначить. А вас Господь забрал, вывел из этой проловильной печи из Египта, чтобы вы стали его собственным народом, что и свершилось. Почему, собственно, он заключает с вами договор? Потому что он вас создал как народ. Вы его народ, и поэтому это возможно. Господь разгневался на меня из-за вас и поклялся, что я не перейду в Иордан и не войду в эту прекрасную страну, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение. Я умру здесь, так и не перейдя Иордан, а вы его перейдете, овладеете той прекрасной страной. Но смотрите, не забывайте договор, который заключил с вами Господь ваш Бог. Не делайте себе изваяний, не делайте никаких изображений. Это запретил вам Господь ваш Бог, ибо Господь твой Бог – это огонь испепеляющий, он Бог ревнивый. Но что он так ревнует, если вдруг сделать какую-нибудь статуэточку, что израильтяне будут делать массово? В чем его ревность? В том, что вот ему завидно, ему как-то обидно, что мы почитаем, иногда даже его в виде этого образа, иногда, ну, мы не почитаем, кто-то почитает его в виде этого образа, кто-то почитает еще других богов. Что он такой ревнивый? Но ведь, смотрите, весь вопрос в том, кто кого создал, Бог человека по образу своему и подобию, или человек Бога по образу своему и подобию. Люди склонны создавать богов, люди склонны обожествлять других людей, явления природы, идеи абстрактные, кто обожествляет демократию, кто обожествляет патриотизм, например. Много таких людей, фактически поклоняются им как богам. А есть еще много иных идей, которые тоже обожествляются. И каждый делает такого башка по своему образу, как вылепливает из глины идол или отливает его из металла, вытесывает из дерева. И Господь говорит, смотрите, главное условие нашего общения с вами, чтобы это вам не мешало, чтобы вы общались со мной, с живым Богом, а не вот этой своей проекцией. Вот то, что-то вы вылепили, вылили из металла, вытесали. Вот вы с этим разговариваете, это ваше изделие. А я живой, я стою рядом. Невозможно общаться с человеком, который тебя не замечает. И Бог говорит израильтянам, я не буду с вами общаться, если вы меня не замечаете. «Когда у вас родятся дети и внуки, когда вы уже долго проживете в той стране, вы сотворите зло, станете делать извояния, различные изображения. Творя дела, ненавистные Господу, вашему Богу, вы прогневаете его. Я беру на них свидетелей неба и земли, что после этого вы быстро исчезнете из той страны, которой вы сейчас овладеете, перейдя Иордан. Тогда вам уже недолго останется жить, там вы будете истреблены. Господь рассеет вас среди народов. Лишь немногие из вас уцелеют и будут жить среди народов, к которым вас отправит Господь. Там вы будете служить богам, которые созданы руками человека, деревяшкам и камням, богам, которые не видят, не слышат, не едят и не чувствуют запахов. И вместе с ним Бог предвидит, что это произойдет. Так зачем это все? Зачем давать человеку свободную волю? Не проще его запрограммировать сразу как автомат, чтобы он выдавал, ну вот автомат, в него монету кидаешь, он выдает себе, если исправен, конечно, какую-нибудь там баночку с напитком. Например, вот человек бы так Богу выдавал. Или почему нельзя было людей все время поправлять, и там, где они чуть согрешат, вот немедленно им надавать по рукам, чтобы они это дело прекратили. Вот ему неинтересно с автоматами, ему неинтересно с рабами, ему интересно по каким-то причинам, которые мы понять не можем, с нами такими, какие мы есть. Но это не значит, что ему все равно. Вот закон, собственно, об этом. Более того, он ждет, что мы к нему придем, и наказание, да, я вас накажу, но накажу это вот гнев вымещу, да. Хороший родитель наказывает ребенка не для того, чтобы злость свою на него выплеснуть, а для того, чтобы его изменить. И Бог с людьми делает то же самое. Там вы станете искать Господа вашего Бога и найдете, если вы стремитесь к нему всем сердцем и всей душой. Когда будет вам тяжко, тогда в далеком будущем постигнет вас все это, тогда вы вернетесь к Господу вашему Богу и станете его слушаться. Ведь Господь ваш Бог, Бог милосердный, он не оставит вас и не погубит, он не забудет тот договор, что заключил он с отцами вашими, дав им клятву. Вот если вы выпадете из этого завета, завета из этих отношений вас придется возвращать таким тяжелым способом. Расспроси о прежних временах о том, что было до тебя, начиная с того дня, когда Бог сотворил на земле человека. Было ли где-нибудь от одного края неба до другого нечто столь же великое? Слышал ли кто-либо о чем-то подобном? Случалось ли, чтобы какой-нибудь народ, подобно вам, слышал голос Бога, говорящего из огня и остался жив? Пробовал ли какой-либо Бог прийти и взять себе народ, живущий среди другого народа, посылать тяжкие испытания и знамени, и чудеса, и войну, совершая рукой своей могучей, десницей простерты великие и страшные деяния? Все это сделал ради вас Господь. Ваш Бог Египте у вас на глазах. Вам дано было это все увидеть, чтобы вы поняли, что Господь – это Бог. Нет Бога, кроме Него. Он возвал к вам с неба, наставляя вас. Он показал вам свой великий огонь на земле, и вы слышали, как Он говорил с вами из огня. Господь возлюбил отцов ваших, и потому избрал вас, их потомков. Он Сам вывел вас из Египта силой Своей великой, чтобы отдать вам землю народов, более многочисленных и сильных, чем вы, привезти вас на их землю и отдать вам ее во владение, что и свершилось. Кстати, вот это тоже ремарка, явно после Моисеевых времен, что и свершилось. «Познайте же ныне и запомните, что Господь – это Бог на небе вверху и на земле внизу, и другого нет. Исполняйте Его предписания и повеления, которые я возвещаю вам ныне, и хорошо будет вам и потомкам вашим, и долго будете вы жить в той стране, которую Господь ваш Бог отдает вам навсегда». Почему Бог велик? Откуда вы можете это знать? Из вашего опыта общения с Ним Он для вас сотворил нечто такое, чего не бывало никогда. Он вам дает то, без чего вы не можете существовать. Вот из этого вы все и заключаете. Вот это для вас и служит главным ориентиром. И вдруг неожиданная такая заметка. «В то время Моисей выделил три города на восток от Иордана, чтобы всякий, кто неумышленно убьет ближнего, с которым прежде не враждовал, мог бежать в один из этих городов и тем спасти свою жизнь. Вот эти города – Бессер в пустыне на Плоскогорье в наделе Рувима, Рамот в Галааде в наделе Гада, Галан в Башане в наделе Манаси». То есть, смотрите, самые высокие действия соседствуют с вполне практическими мерами по организации пространства. Ведь уже наделены часть израильских племян своей территорией, и в этой территории сразу появляются города-убежища. О том, что это такое, будет сказано дальше. Это в 19 главе той же самой книги, но и в других некоторых местах они появятся. Это места, куда убегает человек, совершивший непредумышленное убийство, потому что была кровная месть, его могли легко убить, а он этого не заслуживает. И, соответственно, вот есть общие принципы отношения Израиля с Богом, какие-то вот высокие богословские идеи, а есть практика, конкретика, вот что и как происходит. Вот закон, который Моисей дал сынам Израилевым. Это наказы, предписание и закона, который Моисей возвестил сынам Израилевым после ухода из Египта за Иорданом в долине Близбет-Пеора на земле Сихона, амарийского царя, правившего в Хижбоне. Моисей сыны Израилевы, уйдя из Египта, победили Сихона и захватили его страну вместе со страной Ого царя Башянского. Земли этих двух амарийских царей пристрелились в восточный Иордан от Аруэра, что над Арнонской долиной до горы Сирион, она же Хермон, и включали всю восточную Иорданскую рову вплоть до Аравского моря и до склонов горы Хвозга. Арава — это долина, которая тянется от тектонический разлом, строго с севера на юг от голландских высот до Красного моря, и, соответственно, Иордан по ней протекает. И, смотрите, вот тоже очень важная точность описания. Вот Пятикнижие — всё такое, оно излагает высокие принципы, и оно излагает... Нам неинтересны, мы не географы ханааном, поэтому нам это скучно читать. Но для них очень важно, потому что они жили там, описание конкретной местности, где живёт, кто, как это всё происходит, в какие города бежать к человеку, который случайно оказался убийцей и не хочет пасть от руки кровника, и так далее, и тому подобное. Потому что это всё вместе, потому что высокие принципы не работают без конкретного приложения. Но в Пятой главе Моисей ещё раз напомнит, в чём, собственно, заключается суть этого договора, потому что без этой сути, без описания общих характеристик, завета и договора, а все эти подробности, они просто бессмысленны. Ну и скучны, как они бывают скучны для нас. Субтитры создавал DimaTorzok